Всем привет! Мой доклад о Big Data. Кто-нибудь работал с технологиями Big Data? Имеет представление, что это такое? Действительно, это очень модно. И с этой технологией связано очень много ожиданий. Очень много кто эту технологию поддерживает, кто-то, наоборот, всячески против этой технологии. Я как раз именно постараюсь рассказать о своем видении технологий Big Data, как они вообще влияют на IT-индустрию. Как вы уже сказали, я работаю в E-PAM Systems и имею практический опыт работы с Big Data технологиями, участвую в проектах с Big Data. И мы работаем в центре компетенции Business Intelligence, то есть это аналитика, и технологии Big Data в аналитике, они, наверное, наиболее распространены. Сообщество Big Data в Беларуси тоже активно развивается. Мы, ну я в конце тоже еще расскажу, проводим регулярные встречи. И в принципе в Минске довольно много компаний, которые работают с Big Data технологиями. Ну, прежде всего, ну мой доклад, конечно же, ориентирован не на тех, кто работает с Big Data, а вот именно для общей конференции. Я все-таки хотел больше сконцентрировать внимание на тех, кто хотел бы познакомиться с этой технологией, понять, нужна ли эта технология, интересно ли в эту область вникать и так далее, и какие вообще перспективы открываются. Поэтому, прежде всего, я хотел бы затронуть, какие бы вообще проблемы, которые привели к тому, что Big Data технологии появились, как они эти проблемы пытаются решить, и какие возможности перед всеми нами есть, то есть перед людьми, которые давно работают в IT, либо которые рассматривают возможность работы в IT, в частности, с этими технологиями. Ну, вообще как бы Big Data имеет отношение к аналитике в общем смысле. То есть мы хотим из данных получить какую-то информацию, то есть какую-то пользу извлечь. Ну, в принципе, аналитика существует всегда. То есть она и в IT существует уже десятки лет, и в жизни мы всегда анализируем, пытаемся что-то на основании того опыта, что у нас есть, тех данных, то есть пытаемся что-то прогнозировать. Но если обобщить ту аналитику, с которой мы имеем дело, то можно сказать, что мы пытаемся проанализировать больше историю. То есть у нас уже события какие-то прошли, и мы пытаемся проанализировать. Что и меняется. Компания, например, продает свой товар, она каждый месяц пытается определить, то есть продали они больше, либо меньше, продали они в этом месяце больше, чем год назад в этом же месяце, растут ли у нее расходы или не растут, и так далее. То есть аналитика, мы анализируем уже исторические события и пытаемся сделать какие-то выводы. И какие у нас есть с этим проблемы. То есть, в принципе, проанализировав какую-то историю, мы всегда можем найти какую-то причину. То есть мы всегда можем сделать какой-то вывод. И часто эксперты на основании вот этих выводов пытаются нам предсказать, как оно будет в будущем, что нам нужно поменять, чтобы каких-то проблем избежать. То есть так известная проблема экспертов, которые всегда предсказывают, как события свершатся, или что у нас ждет в будущем. А потом эти же эксперты нам объясняют, почему так не произошло. С аналитикой связаны проблемы в том, что если уже событие какое-то произошло, мы уже на него не можем повлиять. И во многих случаях это ведет к тому, что цена ошибки очень высока. Если это в бизнесе можно еще допустить эти ошибки, то, например, в производстве, в промышленности, если какое-то нежелательное событие происходит, то исправить ситуацию намного сложнее. Даже если мы знаем причины того, что это произошло. То есть если происходят какие-то катастрофы, какие-то неприятности, то даже уже зная о их причинах, то есть как бы это уже мало полезно. Вот. Поэтому анализ только лишь истории, он как бы недостаточен. Если это касается бизнеса, то многие компании могут анализировать свои транзакции, свои продажи. Этого уже недостаточно для того, чтобы быть конкурентным на рынке. Поэтому необходимо придумать какие-то новые методы для того, чтобы делать более развитую аналитику и представлять более продвинутые решения. Поэтому сейчас компании пытаются не только анализировать те события, которые уже произошли, они пытаются каким-то образом повлиять на наш выбор. Ну, как бы всем знакомы такие ситуации, когда, например, вы пользуетесь Google или Яндексом, вы пытаетесь что-то искать, уже буквально вы вводите первые буквы, даже не слова, а первые буквы, и уже видите, что вам уже предлагается какой-то выбор. Это самый такой простой способ на вас повлиять. То есть Google или Яндекс вам уже предлагают, что вы собираетесь искать, позволяет вам выбрать. Многие компании, которые, например, вы ищете какой-то товар, заходите на сайт, многие компании предлагают вам выбрать не только то, что вы непосредственно искали, а пытаются как-то повлиять на ваш выбор, предлагая аналогичную продукцию. Но, как правило, это не банальный выбор. Например, если вы ищете какую-то книжку или кино, то есть это не просто банальное предложение, например, фильма из такой же категории, например, экшен или комедия или приключения. Потому что, в принципе, фильмов много в такого жанра. И то, что можно угадать, предложив вам просто из этого жанра, это маловероятно. Поэтому компании делают выборку на основании большего числа показателей. То есть могут учитывать ваше расположение, где вы находитесь, могут учитывать информацию о вашем возрасте, о предпочтениях ваших друзей. То есть пытаются работать с большей информацией, чтобы как бы удержать вас и предложить гораздо больше, чем может дать просто простая информация или простая выборка. И, соответственно, все это влияет на то, что big data-технологии приходят войти в нашу жизнь. Для того, чтобы анализировать просто какие-то факты, то есть какие-то события, которые уже свершились, не нужно много информации. То есть если вы, допустим, поработаете с какой-нибудь цифровой информацией, численной информацией, там, бухгалтерской, просто какими-то данными, то вы заметите, что реально объем данных очень небольшой. Я смотрю, как бы много молодежи, наверное, изучаете информатику, вы можете представить, сколько нужно информации, чтобы просто сохранить текст. То есть просто текст, если одна буква занимает один байт или два байта, в зависимости от кодировки, то не нужно очень много объемов данных для хранения этого текста. Но если мы собираем факты из множества источников, если мы не просто как бы храним информацию о том, например, в магазине продажи, а пытаемся собрать информацию о всех действиях пользователя, какие он сайты посещал, в каких социальных сетях он, что он о себе говорит, какие у него интересы, какие у него друзья, какие интересы у этих друзей и так далее. Если уже начинать собирать такую информацию и пытаться сделать на основании ее вывод, что как бы интересно может быть этому человеку, то все это приводит к тому, что объем данных растет в десятки, сотни и намного более раз. То есть это просто взрыв информации. И получается, что уже речь идет не о гигабайтах, а о терабайтах и бетабайтах. Объем информации очень огромный. То есть для того, чтобы именно сделать полноценную аналитику, чтобы обработать всю информацию, нам нужно работать с очень большим объемом данных. И в принципе то, что в названии Big Data можно воспринимать буквально, что это именно, прежде всего, большой объем данных. У многих у вас может все-таки возникнуть такой вопрос. Хорошо, допустим, я вот говорю терабайты данных. У многих есть дома компьютеры. Может быть, кто-то даже совсем недавно покупал компьютер. И может сказать мне, что в моем домашнем компьютере винчестере, винчестер, допустим, на 4 терабайта. И он стоит совсем недорог. Зачем вообще эти технологии, если мы в домашних условиях можем все равно работать с большими объемами данных? Дело в том, что в технологиях Big Data проблема не в хранении данных, а в их обработке. То есть действительно мы можем сейчас хранить очень большие объемы данных, и нам это может обойтись очень дешево. Но обработать, прочитать эти данные быстро не получится. Вот я вам, например, приведу пример. Мы возьмем какой-нибудь фильм. Его размер в среднем может быть, допустим, 2 гигабайта. В среднем качестве. Если мы этот фильм просто скопируем, например, другу по сети, то у вас может занять это, например, минуту, может быть, меньше. 2 гигабайтов. Но если мы представим, что у нас размер не 2 гигабайта, а хотя бы, например, уже 20, а если мы говорим о терабайте, терабайт, он больше 2 гигабайтов в 500 раз. Если вы посчитаете, что копирование 1 терабайта будет составлять 500 минут, ну, к примеру, если вот это привел на домашней системе, то это очень долго. В случае с фильмом вам не нужно, в принципе, копировать так быстро. Вы смотрите фильм, и если он длится полтора часа, то для вас нормально, что фильм в течение полтора часа читался диском, вы просмотрели кино, и все нормально. Если мы говорим о аналитике, когда нам нужно делать тот же поиск быстрый, то у нас возникает проблема. Даже в случае одного пользователя на вашем компьютере, если вы, например, сами работаете, у вас будут десятки минут, а то, может быть, и час читаться вся информация с диска, если вы на какой-то произвольный запрос выполняете. А если представить, что вашей системой не только вы один пользуетесь, а это аналитика, например, ну, допустим, даже вот школы, да, в которой могут быть десятки пользователей, я не говорю там не миллион, а даже элементарно десятки, если они будут работать с таким объемом, то они все, никто с ним реально не будет работать, потому что в современных требованиях не то, что десятки минут, минуты это много, никто не будет ждать. И когда вы, например, вот, опять же, в том же примере в Гугле вводите какую-то фразу, например, даже если вам подсказывают не совсем то, что вы собирались искать, согласитесь, что это немножко лучше, если бы вам через неделю пришло на e-mail, или там правильная, то есть фраза, которую вы собирались искать, то есть компания бы проанализировала и прислала, а ты там неделю назад хотел искать то-то. Понятно, что это никому не нужно. То есть очень важна скорость. То есть во всех этих системах предложения, рекомендации, это реально решения должны приниматься в течение пары секунд. То есть никто не ждет, никто не будет ждать. Мы сейчас как бы приучены такими компаниями, как Гугл, что все должно быть очень быстро. Если вы зашли на сайт, вы должны сразу видеть какие-то предложения. Если сайт начинает в течение минут что-то анализировать и говорить вам, подождите, я сейчас собираю информацию, анализирую, то никому, конечно, это не нравится. Поэтому нужно понимать, что вот именно Big Day этой технологии, это так как, прежде всего, то, что объем данных возрастает многократно из-за того, что мы вынуждены собирать больше информации со всех точек зрения. И второй момент, то, что мы должны эту информацию обрабатывать очень быстро. Я приводил примеры, больше имеющие отношение к сайтам, веб-компании. Но это касается не только интернета, не только сайтов. Вы прекрасно уже, наверное, представляете, что сейчас элементарнейшее устройство, начиная от микроволновки, холодильника, роутеры, все что угодно, телевизоры, вся электроника, она уже не совсем примитивная электроника, а содержит какие-то модули процессорные, которые могут обрабатывать информацию. Если говорить о современных устройствах, такие как машины, самолеты, то там они вообще напичканы процессорами, всякими датчиками и так далее. То есть, вот, например, если мы возьмем даже современный самолет, то он может за один рейс только, который он совершает в течение часа-полтора собирать 10 терабайт информации. То есть со всех устройств, которые у него есть, там сотни, может быть тысячи устройств, которые могут генерировать данные, он может собирать информацию. Это также касается и машины, в принципе, и сейчас любой техники. Компаниям это нужно для того, чтобы как-то предвидеть выход из строя, проводить диагностику. Не тогда уже, когда какая-то проблема произошла, а до этой проблемы пытаться как-то на нее повлиять. Мы в ЕПАМ работаем над проектом Expedia. Если кто не знает, это один из крупнейших сайтов по продаже авиабилетов. Он продает авиабилеты, билеты в отели, за границей это аренда машин, это всевозможные круизы. И вот наша компания, в принципе, участвует в бигдате проекте, на котором я непосредственно принимаю участие. Наша команда в Минске, у нас порядка 20 человек. И, в принципе, компания сейчас, собирая информацию о пользователях по всему интернету, у нас хранится порядка 5 петабайт информации. То есть это довольно большой объем. То есть если вам представить, что такое терабайт, то у петабайт это в тысячи раз больше. То есть фактически 5000 терабайт это один петабайт данных. Для того, чтобы делать свою аналитику, компания вынуждена собирать информацию. И мы занимаемся поддержкой созданием этого решения. Ну, я просто хотел показать, что вот у нас в Беларуси тоже мы как бы занимаемся такого проекта, что это не какие-то абстракции и так далее. Также много компаний в Беларуси используют бигдата технологии для своих продуктов. Вот в частности, все знают игру World of Tanks. Вот компания Wargaming тоже собирается применять бигдата технологии именно для того, чтобы анализировать действия игроков, пытаться понять, почему они не уходят из игры, почему они не пользуются какими-то фичами и пытаться как-то на это повлиять. Я хотел бы рассказать вообще, откуда бигдата технологии появились, откуда они возникли. Прежде всего, о тех, те интернет-компании, о которых я говорил, в принципе, они, можно сказать, изобрели все эти технологии. Такие компании, как Google, Yahoo, Facebook, Twitter, и другие компании, которые всегда делали свой бизнес в интернет, у которых всегда были сотни миллионов пользователей, и все то, что существовало на рынке и пользовалось предприятиями, им не подходило, потому что у них совсем другие объемы данных были, и, в принципе, вот эти компании начали изобретать, создавать много в IT-технологиях именно с нуля. То есть, не пользовались опытом таких компаний, как Microsoft, IBM, Oracle, которые уже существуют много десятков лет. Для их эти технологии не подходили. То есть, они не могли использовать стандартные базы данных, стандартные продукты, им нужно было создавать все свое, потому что, когда есть сотни миллионов пользователей, много серверов, технологии старые уже не подходят. Вот. Эти технологии были созданы ими, опробированы, и уже из этих компаний они идут в IT, то есть для широкого пользования. вот мы говорим о big data-технологиях и что это такое, то есть чем они отличаются от не big data-технологий. Прежде всего, это, если представить это как бы на физическом уровне, на уровне hardware, то это просто компьютеры, объединенные в сеть и с использованием специального программного обеспечения. То есть это как бы не какой-то новый там компьютер или новое изобретенное устройство и так далее. Это, в принципе, обычные компьютеры, которые просто объединены в сеть и с помощью специального программного обеспечения решаются все те проблемы, о которых я говорил, быстрой обработки данных. Я позже раскрою, как это все работает. Но вот чтобы именно было представление, что фактически это обычные компьютеры. Если не нужно перебитать какую-то специальную технику, если, например, делать это в домашних условиях, то можно, объединив компьютеры в сеть, поставив там Hadoop, фактически сконфигурируя его для себя, вы можете именно использовать big data-технологии. То есть вам не нужно вообще специально ничего не нужно, не нужно ни за что платить, никаких лицензий с этим не связано. И многие ребята, которые пытаются разобраться, как это все работает, в принципе, в домашних условиях прекрасно все это настраивают и все это пользуются. В отличие от тех решений, которые существовали раньше. Вообще, как я говорил, аналитика, она давно существует, и существуют такие продукты компания Oracle, Microsoft, Teradata, например, ну, как правило, они никому не доступны, ну, если говорить, не рассматривать какие-то версии для evaluation. то есть зачастую они требуют специального оборудования, специальный софт, который просто так не возьмешь, не поставишь. А это в принципе технологии вообще массового использования можно ставить хоть в школе. И для этого ничего практически не нужно. То есть именно идет речь о использовании обычных компьютеров в сети. Но наверное слышали о том, что существуют так называемые еще облачные технологии. Ну об облачных технологиях мы реально на практике мало используем. Например, вот мы может быть кто-то слышал, что есть возможность в облаке хранить свои файлы. Допустим, Dropbox или если кто пользуется iPhone. Ну и в принципе вообще сейчас уже на всех устройствах и в Google, Cloud. То есть можно фактически говорят облако. Что такое облако? То есть какое-то хранилище для ваших файлов. Получается какой-то выгоды именно с точки зрения обработки, использования этих компьютеров, которые хранятся где-то в облаке, ну как бы придумать их применение довольно сложно. Потому что ну хорошо, вот есть где-то в облаке сотни компьютеров и что с ними делать? То есть как бы как-то объединить их вместе, чтобы они как-то решали какую-то задачу, то есть что-то быстро делали, ну без специальных технологий, без специального программного обеспечения это невозможно. Ну да, можно этих 100 компьютеров выделить там 100 человек, каждый поэтому компьютер пользуется, хранит свои данные и так далее. Но это облачные технологии сами по себе не решают именно проблему быстрой обработки данных. Но уже с применением Big Data технологий, то есть можно сказать, что как бы возрождается уже вторая жизнь облачных технологий, они начинают использоваться именно для того, для чего они предназначены, то есть выделив облаки 10 компьютеров, условно говоря, можно увеличить обработку данных в 10 раз, выделив 1000, можно увеличить обработку в 1000 раз, то есть фактически есть масштабируемость. Сейчас облачные технологии очень сильно развивается и конечно вы можете собрать дома с друзьями кластер для Big Data, но у вас наверное не получится собрать 100 компьютеров, да, то есть поэтому многие компании предлагают вам выделить вот эти кластеры, эти вот количество компьютеров именно в облаках, то есть фактически вам ничего не нужно собирать, например вот Amazon Web Services, то есть именно та компания заметьте, которая начала с того, что занималась продажей книжек, сейчас играет очень огромную роль вот именно в этой инфраструктуре, как Big Data технологии, так и облачных технологий, позволяет вам выделить ресурсы в облаке, то есть вам не нужно покупать, например, вы решаете какую-то задачу, вам нужно обработать большой объем данных, вам уже не нужно покупать сервера для этих задач, то есть можно их выделить в облаке, попользоваться некоторым временем и потом перестать им пользоваться, то есть как бы именно порог вхождения и использования Big Data технологий он сейчас очень низкий, то есть делает его очень доступным. Ну и опять же у вас может сложиться представление, что как следует в принципе из названия, что все-таки Big Data технологии это только что-то очень большое должно быть, вот я приводил примеры, что технологии зарождались с компанией как Facebook, что крупные компании его используют и что может быть эти технологии существуют только для больших компаний. но на самом деле это не так. Как я приводил пример о том, что даже относительно небольшой объем в десятки или стотни гигабайт вы не сможете очень быстро обрабатывать, вы не сможете сделать аналитику, которая работает по щелчку мыши и для этого не обязательно иметь очень большое хранилище. даже для малых объемов данных, если взять из этих технологий именно вот это программное обеспечение, все то, что весь соцсофт, который существует для аналитики, даже элементарно в малом бизнесе либо в образовании можно использовать эти технологии. Например, какие-то алгоритмы аналитики, то есть можно использовать в образовании, используя именно библиотеки, которые стали доступны, софт, который стал доступен, можно использовать именно даже на малых объемах данных, получать из этого пользу. Бигдата технологии сейчас очень популярны, в принципе зародились они совсем недавно, то есть у них нет какой-то истории десятки лет, то есть в принципе они начали выходить из компании как Google порядка 10 лет назад, но серьезно восприниматься бизнесом, массовым бизнесом они начали буквально пару лет назад, то есть первые компании начали пробовать, экспериментировать и так далее. И сейчас практически все компании, которые существуют на рынке поддерживают именно Big Data технологии, они понимают, что без них, учитывая, что идет этот огромный рост данных, что без них уже невозможно обойтись. То есть Big Data технологии это не то, что есть возможность выбора, то есть вы выбираете пользоваться Microsoft или Oracle, то есть как это обычно, Samsung либо Apple, то есть вы делаете выбор. В данном случае Big Data технологии они идут во всю IT-индустрию, то есть они наверное не существует такой компании, которая бы говорила, что Big Data технологии это плохо. Единственное, что они говорят, что у нас как бы свой подход к Big Data технологии, у нас свои продукты, мы делаем свои решения, но все понимают, что именно Big Data технологии нужно внедрять. Крупнейшая компания аналитически, вот я привел пример, как Gartner, Forrester, на которых ориентируется крупная компания. Например, когда появляется новая технология, многие большие компании западные, они как бы не рискнут их применять просто так, то есть как правило там есть определенная традиция, это полагаться на мнение каких-то аналитических компаний, на каких-то консультантов, которые проведут оценку и скажут, что можно ли это делать или нельзя, потому что для компаний, которые являются публичными, это может быть слишком рискованно, потому что если у них что-то не получится, то им сложно придется потом оправдываться. сейчас как бы бигдата технологиям дан зеленый свет и наверное это вот можно сказать, 2015 год это один из первых годов, когда технологии начинают применяться очень массово. я хотел бы сейчас рассказать, что нового именно пришло войти с бигдата. Прежде всего это такое понятие, которое называется data lake, это возможность любой компании хранить свои данные практически вечно. То есть вся информация, которая генерируется компанией, предприятием, она может храниться и быть доступна. То есть здесь очень важно понимать, что архив является активным. Здесь ключевое слово активный архив. В принципе компания всегда может хранить свои данные вечно. то есть это ничего не мешает. То есть где-то хранить какие-то бэкапы, куда-то на ленту может быть даже копировать данные. Но эти данные недоступны. То есть если данные куда-то скопированы на какой-то сторож и уже вне системы, вроде они как бы есть, но доступа к этим данных нет никакого. То есть они где-то хранятся, нужно просить администраторов, чтобы выделить этот доступ и так далее. То есть именно Big Data технология позволяет компании хранить все эти данные и эти данные доступны в любой момент для какого-то анализа. То есть если вы хотите узнать, что было 10 лет назад, какой-то анализ провести, потому что вам это нужно для аналитики, доступ к этим данным есть. Вам не нужно никого просить, практически невозможно с кем-то договориться, чтобы нашли старый объем данных, сделали его доступным и так далее. Он всегда доступен. То, что он находится на кластерах, разбросан на многих компьютерах, позволяет выполнять быстро операции над этими данными. именно используя Big Data технологии, вы получаете очень быстрый доступ к этим данным, вне зависимости от того, сколько их там находится. И вторая популярная концепция, которая появилась в связи с Big Data технологиями, это машинное обучение, которого по большому счету раньше не было. Но опять же машинное обучение имеет определенное отношение к технологиям искусственного интеллекта, но которые в свое время тоже уже существуют давным-давно. Наверное, лет 50, а то и более лет назад, когда еще появлялись первые компьютеры, уже люди пытались сделать какие-то наработки в области искусственного интеллекта. Но в принципе эти технологии так и не стали массовыми по той причине, что для искусственного интеллекта, для этих алгоритмов нужно опять же работать с очень большими объемами данных и обрабатывать их очень быстро. То есть раньше это просто было недоступно, а сейчас уже учитывая, что сколько объемов данных мы можем хранить, сколько, как мы можем быстро обрабатывать, в принципе многие из этих алгоритмов, в частности именно подход в машинном обучении, он начинает широко использоваться. Потому что мощность систем современных уже не сравнима с тем, что было раньше. В частности на нашем проекте в ЕПАМ у нас система, кластер, который состоит из 300 узлов. Можете представить, что система обрабатывает 5 петабайтов данных, которые находятся на 300 компьютерах, скажем так, объединенных в сеть. То есть вы можете представить, какая мощность вот этой системы. Нельзя сравнить ее с мощностью какого-то отдельного компьютера и так далее. То есть на порядке превышает. сейчас бигдата технологии очень популярны среди разработчиков. Здесь вот на этом слайде я хотел сделать упор именно на программистов, которые являются профессиональным программистом, которые с очень сильным бэкграундом в IT очень много разрабатывали и для них это возможность, дополнительная возможность делать аналитику на потоковых данных. То есть данные, которые поступают в систему, в реалтайме могут обрабатываться и делать аналитику. Сложность в том, что или новые задачи, которые стоят перед разработчиками, то, что им приходится новые технологии осваивать, это то, что эти системы распределенные. То есть если раньше мы имели дело правило, мы работаем на одном компьютере, у нас программа работает на одном компьютере, то здесь уже программы работают в распределенной системе, то есть много узлов, много выполняется вся операция одновременно. То есть профессиональные разработчики, для них это тоже вызов, потому что в принципе это позволяет им развиваться, то есть прийти в новые области, делать более сложное решение. То, что раньше во многом было доступно лишь разработчикам таких компаний, как Google, Facebook и так далее. Но в то же время именно Big Data технологии, они открывают новые возможности для тех, для кого IT не являются профессиональной области. Многие люди, которые приходят в IT индустрию, они пытаются из своих профессий, которыми раньше занимались, переквалифицироваться зачастую чисто в IT профессию. То есть там будет там например очень популярно стать тестировщиком. То есть человек обладал какой-то специальностью, а сейчас просто тестирует например какой-то интерфейс в какой-то игре. Именно вот с появлением Big Data технологии компании становятся и вообще как бы весь бизнес IT он становится более ориентированным на данные. То есть нам уже давно говорят, что кто владеет информацией, то есть владеет миром. Но зачастую это не более чем были такие общие фразы. А именно сейчас с помощью технологий, с помощью того, что компании могут извлекать какие-то новые знания из данных, то есть получать какое-то конкурентное преимущество, именно открывается возможность для применения более широкого применения IT технологий именно в классических сферах, не только именно в IT, где идет речь о создании игр, создании каких-то бизнес-сайтов и так далее. То есть именно IT технологии идут вообще в бизнес и в науку. То есть в тех областях, где люди занимаются, например, являются биологами, химиками, медиками, физиками и так далее, они могут в их области идет тоже IT с помощью этих технологий и зачастую им даже не нужно переквалифицироваться. Даже можно сказать более, что для программиста зачастую довольно сложно именно понять вот именно ту область, для которой делается какой-то программное печенье, делается какой-то сайт, потому что область становится довольно сложной. То есть нужно иметь специальное знание в этой области, называемое доменное знание. То есть просто уметь программировать это очень мало. Нужно обладать какой-то именно специальностью. И IT и работа с данными идет все больше и больше числа компаний. Даже элементарный пример, может быть вы слышали про компанию, Uber, который занимается такси в мире, который вроде говорят, что рассматривают, чтобы в Беларусь прийти. Компания, которая сейчас стоимость этой компании много миллиардов долларов оценивается. Компания, которая занимается услугами такси, при этом не имея ни таксопарка, не имея ничего. То есть чисто за счет того, работая с информацией, с данными, делая какое-то предложение, пытаясь понять на основании этой аналитики, на основании этих данных, какое еще можно сделать лучшее предложение, компания фактически вбивается в лидеры, не обладая физически ничем, то есть именно на данных. И вот даже с предыдущего примера, если вы видели, был пример с Tesla Motors, компания, которая делает электромобили. У них даже в этой компании считается, что порядка 80% сотрудников именно занимаются работой с данными, с аналитиками, каким-то образом с софтом, то есть именно а не самой машины, потому что в принципе это кроме электроники это сплошной компьютер. и людям различных специальностей нужно с этим иметь дело, то есть возможность именно не в том, чтобы как часто рассматривается, учитывая экономические ситуации, сложности, которые периодически бывают, люди думают о том, чтобы сменить специальность, перейти в другую область и так далее, что именно может быть получится так, и к этому все идет, чтобы в их специальности, в их область было, ну, именно пришло IT, и они как бы могли делать работу там и зарабатывать себе как бы на жизнь, именно владая специальными знаниями, то есть даже имея определенное преимущество над чистыми разработчиками. Ну, я вкратце расскажу, с чем приходится иметь именно в бигдата технологиях тем, кто не является в принципе профессиональным программистом, а кто больше аналитиком данных, имеет какое-то специальное образование, но все равно что полезно знать. Прежде всего, конечно, это язык SQL, потому что хотя бигдата технологии пытались уйти от этого языка, но он является самым быстрым, самым простым инструментом для работы с данными. В принципе, неважно как бы будете вы пользоваться им, не будете пользоваться, но если вы работаете с данными, то его нужно знать. Если вы думаете о языке программирования, которое начать изучать, с чего начать, язык номер один в аналитике это Python. Я просто выбрал самый популярный. Во всем мире им пользуются те, кто даже далек от программирования. Мы знаем, что в школе учат Basic, Pascal, все же проходят курсы программирования и что-то учат, хотя не являясь программистами, мало кто выбирает профессию программиста. язык Python это именно номер один. Он просто в изучении. У меня уже мало времени осталось, поэтому я прибегусь. Опять же, базовые концепции, как мы предъявили Spark, это, конечно, требует отдельного доклада, но это именно технологии, которые позволяют делать распределенную обработку, позволяют объединить компьютеры сети в что-то одно единое целое, которое позволяет обрабатывать данных. Ну, и также обязательно иметь представление о математических науках, таких, как статистика, теория вероятности и, в принципе, иметь представление о том, что такое машинное обучение, хотя бы сейчас очень много курсов по этим темам, чтобы именно представлять, для каких задач она вообще используется. этот слайд показывает, что прогнозируется очень большая нехватка специалистов, людей, которые работают с данными, что на рынке потребность очень большая, потому что все-таки экономика современная, она движется больше к экономике знаний. Опять же, это не 200 тысяч программистов, а 200 тысяч специалистов, которые могут работать с данными в своей предметной области и так далее. Еще раз хочу сказать, что на фейсбуке можно найти наше сообщество Беларуси, которое уже стоит с порядка 200 человек. Это Беларусь Big Data User Group. Вы можете поискать. Мы проводим встречи раз в месяц в Минске и также планируем проводить ежегодные конференции. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий, за доклад. Дима, выскажи, пожалуйста, свое мнение, такой вопрос, меняет ли применение Big Data технологий к бизнес интеллигенции именно. То есть, может, применение Big Data меняет принцип построения хранилища или разработки ETL, или это просто такое большое жирное быстрое хранилище? Ну, я считаю, что это просто эволюция бизнес интеллигенции. То есть, если раньше мы считали просто какие-то агрегаты, какие-то суммы, какие-то средние находили, то есть, фактически аналитика была довольно простая. И какие-то прогнозы, они были доступны, но эти инструменты доступны, но недоступны людям. То есть, они стоят очень дорого, единицы людей с ними имеют дело и так далее. А вот именно Big Data технологии, во-первых, делают эту аналитику массовой, то есть, она может широко использоваться. И, безусловно, это как бы следующий шаг во всех бизнес интеллигенции технологий, я считаю. Спасибо. Еще у кого-нибудь вопросы есть? Я тогда спрошу, вы говорили о том, что у вашей компании уже есть реальные проекты с использованием Big Data технологий, и также упоминали в своей презентации об Internet of Things. Скажите, пожалуйста, может быть, ваша компания, или вы вообще знаете в Беларуси об использовании Internet of Things, есть ли какие-то проекты, какой-то опыт? у нас, именно мой проект, он чисто интернет-компания, а Internet of Things у нас есть подразделение випами, которое занимается компьютерными сетями, то есть, которых много устройств, большие сети, и они используют Big Data технологии именно для сбора информации от устройств, предотвращения каких-то атак, зловредных вирусов, на уровне этих устройств. То есть, это как бы не бытовое применение, конечно, но все равно уже ближе к аппаратному. То есть, они пытаются анализировать поток данных, который идет в сеть, и выстраивать его защиту. То есть, сеть, в принципе, может даже в зависимости от какой-то атаки переконфигурироваться, доступ открыться, закрыться, то есть, он анализирует поток, если он видит какие-то подозрительные манипуляции с данными, то есть, он может динамически принять какие-то меры. То есть, вот эта вот компания пытается делать разработку в этой области. Спасибо. Давайте поблагодарим Дмитрия за его выступление. Спасибо. Спасибо большое.